Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня, это уже пятая беседа на тему о Духе Святом. Вначале мы сказали о том, что сам Иисус говорит, хорошо, что я ухожу, я умолю Отца Моего, Он пошлет вам Духа Святого, и Дух Святой научит вас всему, Он будет напоминать вам о том, что я говорил, и Он даст вам мой мир, ваши сердца, которые превыше всякого разумения. Да, потом мы говорили, Он поможет нам освободиться от всего, что еще к нам прилипает, что у нас неправильно, Он будет говорить, отложи это, то делай, делай так, и мы будем становиться похожими на Иисуса Христа. Он будет двигать нами в жизни, Он будет нас вести, мы будем сами хотеть всегда что-то для Него делать, потому что внутри это пружина, пружина, которая делает добро, делать добро и спасать людей, то есть примерять их с Богом, спасает Господь, но мы можем подвести человека, объяснить так, чтобы он искал Бога, и Бог его примирил. Очень важно. И, конечно, имя Иисуса Христа, оно будет очень важным, потому что во всем, что мы делаем, Тот, Который наполнен Духом Святым, Он будет имя Иисуса Христа превозносить, потому что наше спасение возможно только потому, что Он умер за нас на кресте, потому что Он простил нам наши грехи, и через Него теперь мы получаем и Духа Святого. Мы будем заботиться о церкви, потому что Он церковь искупил своей кровью. Это что-то такое особенное, и поэтому я хочу прочитать еще одно место, которое Павел тогда сказал, когда он собрал эти все эфесские церкви, и он там, там те церкви, которые там были, он шел уже в Иерусалим, он знал, что его там попадет в заключение, что его будут преследовать. Он шел, ему говорили люди, вот так случится и Дух свидетельствовал, но он все равно шел тем путем, который ему Дух Божий сказал. И вот он собирает всех этих руководителей церквей, и он говорит здесь, я не апостол, в 20 главе, 28 стихом. Итак, внимайте себе и стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, почти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Дух Святой поставил людей служить Ему в этих церквях. Да, это здесь были те служители, которым Бог дал такое служение, помогать людям, вести их, руководить, так сказать. Это очень важно в церкви, церковь там, где люди уже пришли к Богу, стали детьми Его. Интересно, он говорит, что эту церковь приобрел Иисус кровью Своей. Мы знаем, что все остальное, так сказать, было создано Словом, эта планета была создана Словом, все животные, деревья, все были созданы Словом, человек был создан Словом, семья, муж и жена были созданы Словом, законы были созданы Словом, а вот церковь Иисус искупил своей кровью. Мы знаем, не так складывается, что церковь имеет такой большой-большой статус. Что такое церковь? Церковь это те, которые покаялись, которые приняли Иисуса Христа и чьи имена записаны на небесах. Здесь, так сказать, помогать людям расти, быть с ними, так сказать, и Бог поставил каждому, дал какой-то дар руководить. Есть евангелисты, есть, так сказать, люди-учителя, есть другие, которые помогают, помогают, чтобы тело Господне развивалось, чтобы люди, которые покаялись, любили друг друга по всей вот этой огромной-огромной церкви на земле. Почему? Потому что Иисус искупил ее своей кровью. Это так важно. Я хочу еще прочитать от Давида, у него тоже интересные мысли. Это Псалам 131, из третьего стиха. Не войду в шатер дома моего, но не взойду на ложе мою, не дам сна очам моим и вежда моим дремания, доколе не найду место Господу, жилище сильному Иакову. Давид провел много, много сражений, много чудных побед, что он, так сказать, пережил. Он много-много чего сделал, и сам Иисус не стеснялся, что его называли сыном Давида. Да, у него был и грех, люди очень любят этот грех, но он покаялся в нем. И вот он, что интересно, как он относился к дому Божьему. Я живу в хорошем доме, а церкви нету, нету дома для вот это жилища Божьего, это палатка, где-то она стоит. И он мечтал поставить прекрасную церковь, это Богу очень понравилось. Он, правда, сказал ему, ты не построишь, у тебя очень много было крови в руках и всего. Твой сын построит. Он купил землю, он запасал материалы. И вот такое большое желание было, чтобы дом Господен был славный. Я думаю, у нас в жизни тоже вот много обязанностей. Мне в жизни тоже приходилось было время, что после работы четыре раза в неделю у нас были какие-то собрания. И часто и другие дни. Суббота, воскресенье тоже были очень полные. Много ездили мы в миссионерские поездки. Время работы. Я сегодня думаю, как Господь давал на всю эту силу, энергию. И вы знаете, что жалко, жалко, что мало сделал. Можно было больше и больше сделать во имя Иисуса Христа. Потому что когда вижу, как Господь в другой раз из многих других использовал дела великие, дела часто через слабых людей, но они доверялись Богу, и Он ввел их. Поэтому будем служителями Церкви Божьей, достойными делать то, что Он нам поручает через Своего Духа Святого. Потому что Церковь эта тоже создана была Духом Святым, мы считаем, в День Пятидесятницы. Это возрождение Церкви тогда, когда появилась сила Духа Святого. Слава Господу за это. Аминь.